С 1 января 2019 года сбором, утилизацией и транспортировкой твердых бытовых отходов за Байкале в ближайшие 10 лет будет заниматься региональный оператор «Алерон Плюс». С тех пор, как московская компания выиграла конкурс, среди жителей и чиновников края не стихают споры. С одной стороны, появилась надежда, что в крае летающих пакетов наконец-то заработает новая метла и станет чисто. Но ведь с другой стороны, нас ожидает полная неизвестность. Настораживает тот факт, что установленного единого тарифа до сих пор нет. РСТ и региональный оператор больше полугода не могут договориться о его размере. В Гордуме уже бьют тревогу. 1 января, когда люди увидят этот тариф, утвержденный 29 декабря, в последний рабочий день, винить они будут городскую власть, сельскую власть у себя в деревне. Все будут виноваты, кроме «Алерона». Сейчас средняя цена за вывоз мусора составляет 63 рубля с человека. Ранее источники сообщали, что тариф с приходом «Алерон Плюс» может повыситься в полтора, а то и вовсе в два с половиной раза. Однако окончательного решения все еще нет. Гаджи Амаев, директор регионального оператора «Алерон Плюс», в сложившейся ситуации не видит ничего критичного. Я вам могу сказать, что тариф будет однозначно не многим больше 100 рублей. Не больше 100 рублей? Немногим больше 100 рублей. Ну, примерно. Ну, пока я вам не готов этого сказать. А когда будет известно? Ну, как бы Новый год уже. Я думаю, что это в первой половине декабря. Я надеюсь, что это будет уже. Законодатель, я вам скажу, четко ограничил возможность получения прибыли. То есть он просто задал компании определенные рамки, выше которых он не может компанией уже заявиться. И те цифры, которые мы подаем в РСТ, они, естественно, будут пересчитываться. Гаджи Амаев уверен, что неустановленный тариф не означает, что региональный оператор не готов к работе с 1 января. И опасения общественников, что мусор вывозить никто не начнет, а плату за услугу брать будут, считает беспочвенными. Там, где коммунальная услуга не будет оказана, соответственно, не будут выставлены и счета на оплату этой услуги. У нас все просто. Приехали, отработали, оказали услугу, люди заплатили. Не оказали услугу, значит, не заплатили. Если мусор начнут вывозить, то куда? Полигон для ТКО в Читинском районе до сих пор только задумка. Причем инвестора, готового оплатить строительство полигона, уже нашли. А вот договориться с местными жителями никак не получается. На сегодняшний день, после того, как у нас вариант скукой мы исключили, ждем, значит, написали письмо в администрацию Читинского района, ждем от них предложений по предоставлению участка для строительства полигона. Потому что здесь, понимаете, здесь решение, в любом случае, о предоставлении участка должно оставаться за муниципалитетом. От того, что нам нравится тот или иной участок, ну, это ничего не значит. Вы знаете, определиться нужно было еще давно с этими местами. Да, еще в 2016 году, когда была утверждена территориальная схема, еще тогда нужно было определиться с этими местами. А сейчас не в декабре. Может быть, есть какие-то предложения от Читинского района уже? Пока нет. Депутаты Читинской думы неоднократно отзывались об «Алероне», как о компании, которая ведет закрытую деятельность. Основанием для этого послужило то, что региональный оператор по причине занятости неоднократно игнорировал заседание гордумы. Общественники тоже бьют тревогу. «Алерон плюс» – очередной монополист с высокими тарифами. Однако московская компания ко всем замечаниям относится философски. У вас возникают иногда мысли, что вы, может быть, зря в это ввязались, не пугают вас, потому что проблема там на самом деле большая? Меня стимулирует, знаете что, когда я выхожу из дома, вижу гору мусора во дворе у себя. Причем, может, это действительно гора мусора, которую почему-то никто не выбирает. Для меня это придает стиму, мне лично. Какой-то свой вклад внести во все это дело. А посмотрите на плоды этого стимула забайкальцы смогут уже через месяц. Тариф будет единый, но его размер неизвестен. Мусор вывозить начнут, но полигона еще нет. Загадок много, ответов нет. А на носу декабрь. Остается надеяться, что ответы на все эти вопросы прозвучат раньше, чем новогодний бой курантов. Гуля Алхасова, Анатолий Мишаков, ЗАПТВ.